Здравствуйте, дорогие телезрители канала УСТВЕСТ! В эфире программа «Страна и люди». Меня зовут Мария Волкова, и я выхожу в эфир из Баварии. Хочу напомнить вам, что если вы нас смотрите, но до сих пор не подписаны, то вы можете сделать это прямо сейчас. На Facebook и YouTube поставить лайк, нажать колокольчик и не пропускать наши выпуски. Сегодня на канале у нас небольшая премьера в рамках программы «Страна и люди». Наверняка вы часто слышали фразу «там у вас в Европе» или «европейское образование», «европейская медицина». Но так ли одинаковы школы в Испании и Финляндии или больницы в Германии и Италии? И чего больше, сходства или различия? А главный вопрос – где же лучше? Ведь иногда только в сравнении можно это понять. Раз в месяц у нас будет выходить программа, в которую мы как раз и будем сравнивать различные сферы жизни в Германии с другими европейскими странами. А вы сами сделаете вывод, так ли здесь хорошо или плохо, или в какой стране вы хотели бы жить. И первый наш эфир мы посвятим детям, а точнее теме детских садов. Сегодня мы изучаем руки, как тяжело без рук. В среднем сад обходится от 1300 до 1700 евро в месяц с учетом того, что ребенок ходит 4-5 дней в неделю. То есть получается тогда цена за час начинается от 7 евро. Это не сильно выгодно. Естественно, я остаюсь в плюсе, иначе это был бы совсем маразм выходить на работу при таких условиях. Здесь вход родителям запрещен, и это тоже определенные критерии безопасности, что успокаивает, потому что все детские сады, все школы под высокими заборами находятся, и для того, чтобы попасть к учителю поговорить, должна назначаться встреча. Есть такой урок, как умение жить вместе. Они обучают детей, как себя вести в обществе, как реагировать на эмоции других детей, как чтобы всем было комфортно находиться в обществе, чтобы не было драк, не было таксоры. В лесном садике это просто приводишь ребенка в лес, и если там есть какой-то вагончик или дачный домик, то хорошо. А то и просто в лесу оставишь. Интересно, сможете ли вы по этим небольшим рассказам наших героев угадать о детских садах, в каких странах идет речь? Скоро вы все узнаете, а сейчас ненадолго прервемся на рекламу. Пора осуществлять поставленные цели и занять свое место под солнцем. Мечтаете о недвижимости у моря в Испании? Вам в Алегрия. Алегрия – одно из ведущих агентств недвижимости и застройщиков в Испании. Многопрофильный центр, где вы получите более 70 услуг в сфере недвижимости, иммиграции, страхования, налогообложения, а также обучения в Испании. 8 офисов продаж в Аликанте, Теревьехо, Валенсия, Ориуэлла Коста. Более 2,5 тысяч предложений недвижимости по цене от 45 тысяч евро. 25 новостроек Алегрии возведены по эксклюзивным проектам на собственных земельных участках. Мы предлагаем недвижимость в Испании эконом, комфорт и бизнес-классы, а также объекты под инвестиции. Качество, эстетика и современные планировки. Полный комплекс услуг по приобретению недвижимости и иммиграции в Испанию в Алегрия. Переходите по ссылке в описании для детального ознакомления. Итак, сегодня мы с вами побываем в детских садах в шести странах Европы. Во Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Чехии и Нидерландах. И вы узнаете, где за один день в детском саду вам придется заплатить 140 евро, где в среду детские сады не работают, где в сад возьмут ребенка на полный день, только если работают оба родителя, и где для того, чтобы устроиться в детский сад, нужно показать налоговую декларацию. Но для начала я расскажу, а кому-то просто напомню о том, какие они детские сады в Германии. В Германии в детский сад возьмут ребенка с трех лет. С 2019 года они фактически стали бесплатными. В Германии государство доплачивает на ребенка 100 евро, то есть если сад на полный день стоит 120 евро, родители заплатят только 20 евро и доплатят за питание. Это около 60 евро. А если они отдают его не на полный день, как это часто бывает в Германии, то платить за сад вообще не придется. В Ясли можно отдать с четырех месяцев и стоят они дороже 200-300 евро. Государство их не оплачивает, но в некоторых землях часть суммы берет на себя региональное правительство. А для семей с низким доходом, тех, кто получает пособие, с августа 2019 года по всей Германии детские сады и Ясли бесплатно. Дети до трех лет в детском саду спят, иногда в отдельных кроватях, а порой и на матрасах на полу. В детском садике есть горячая еда. Привезти ребенка можно с 7.30 утра. В сад на полный день берут всех детей, чьи родители работают, не работают, даже если оба не работают, но это в Германии. В нашей первой стране, куда мы с вами отправимся, в Швеции, дети, у которых хотя бы один родитель не работают, могут ходить в сад всего на 20 часов в неделю. Это примерно два с половиной дня или каждый день, но лишь до обеда. Об особенностях шведских садиков нам расскажет наша первая героиня Ольга. Обычно, в среднем, дети здесь начинают ходить в сад в год. Вот, и я живу не в Стокгольме, я живу южнее, я живу в городе поменьше. И, ну, такая провинция, если говорить. И я помню, что я очень удивилась, когда мне сказали, что нужно становиться в очередь, когда дочке старше было 3 месяца. По поводу оплаты, она нефиксированная, то есть нет того, что все платят вот такую-то стоимость. Оплата здесь, она очень гибкая. И зависит от дохода семьи, зависит от того, сколько детей у вас и сколько детей ходят в садик. Государству ребенок стоит 13 300 шведских крон. 13 300 шведских крон – это где-то 130 евро в месяц. Если бы дети, не дети, если бы семьи платили полную эту стоимость, ну, это как-то цезанат, ну, очень сильно, то есть было бы не по карману. Поэтому большую часть из этой суммы платит государство из наших налогов, которые в Швеции выше потолка. И все же, значит, первый ребенок стоит 3% от дохода семьи, но не больше, чем 1260 крон в месяц. Второй ребенок 2% от дохода семьи, то есть суммируется мамин-папин доход вместе, но не больше, чем 840 крон в месяц. Третий ребенок 1% от дохода семьи, но не больше, чем 420 крон в месяц, четвертый бесплатно. Есть еще такое понятие, как я уже говорила, агмент-плац – это для детей, которые исполнилось 3 года. Вот это место бесплатно, но ребенок не ходит на полный рабочий день. То есть ребенок ходит 15 часов в неделю. В разных коммунах это варьируется. В нашей коммуне 15 часов, где мы жили раньше 20. И все праздники, ребенок дома. То есть если родители работают в это время, ребенок не может ходить в сад в это время. То есть здесь на самом деле система настолько гибкая, ну как бы у меня мой мозг только складывал ее в пазлы. Вот это все лес. Слышите, да, как птички поют? Мой каргобайк, наша улица и вот эта вот огромная территория детского сада Тимка и Даньки. Это коммунальный детский сад. Здесь, по-моему, 5 или 6 групп. В каждой группе примерно 20 человек. Значит, в пакет входит все, что должен предоставить детский сад. Сюда входит питание, сюда входит... В каких-то садах входят памперсы, в каких-то нет. Какие-то детские сады, например, они... У них нет кухни, они не готовят. И они к ним уже привозят готовую еду. Детский сад наш, у них есть кухня, они сами готовят ее. При этом, что мне нравится, когда я своих детей оформляю в детский сад, я должна указать, есть ли у них какие-то аллергии, либо, например, вот наша семья, мы не кушаем, там, не знаю, мясо, или мы не кушаем молочку, например. И я это указываю. И здесь, ну, абсолютно нормально, когда ребенок приходит, там очень часто на столе стоит безлактозное масло, безлактозное молоко, например, и вот какая-то особая еда. Раз в неделю у них вегетарианская еда. Если я работаю, тогда это зависит от моей работы, потому что многие здесь начинают работу рано. Многие здесь уходят, должны быть на рабочем месте в 7 утра. Поэтому ребенок приходит в сад, иногда и там в полседьмого, без четверти, семь, в семь ребенок в саду. Мои дети ходят в сад в девять. То есть те дети, которые 15-часовые, в нашей коммуне, в нашем саду, это с девяти до двух. Три дня в неделю. Детский сон есть, и спят они тоже по-разному. То есть это то, чем мне нравится в Швеции. Здесь так много, здесь нет. Вот мама сказала в бидоне. То есть тут такого нет. Тут по-разному. Когда мы жили в Линшопинге, в городе, там дети спали, опять-таки, одна группа из трех в саду. Они спали в колясках на улице в любую погоду. Они спали, то есть мне сказали принести теплый чехол, принести флисовое покрывало, и они спали на крытой веранде. Вот только разве, что если какой-то супершторм, суперметель, тогда нет. Другие группы спали на вот таких вот матах в группе. Здесь, в этом саду, на улице не спит никто. Они все спят в группе, но тоже там игровая комната есть. Вот эта комнатка для того, это для того. Вот в группе моего сына есть комнатка для йоги. Вот комнатка для йоги превращается в спальню, и там тоже вот такие вот маленькие маты, они их стелят. И что мне нравится, можно с собой принести. С чем ваш ребенок спит дома? Там, моего дрема, сонная игрушка. Вот пускай он принесет свою сонную игрушку. То, что помогает ему уснуть дома, пускай это же будет помогать ему заспать в детском саду. И никто не мурыжий, там только спеял, сказал. Ну, не спишь, не спишь. Главное, чтобы не шумел. Чем мне нравится именно наш садик, тем, что они играют палками. Ну, то есть игрушек у них по минимуму. Реально. И мне это нравится, потому что игрушки у них дома есть. А там у них включается фантазия. Вот эта палка у меня будет деньги, а твои там три палки. Это ты мне сдачу, например, дашь. Они играют так. Они, что мне понравилось, например, сейчас у них тема изучения человеческого тела. И что они сделали? Значит, сегодня мы изучаем руки. Как тяжело без рук. Они на липучку, на стену, сделали такой, как скелет. И нафотографировали детские части тела. Там нос моего сына, рука, кисть, например, еще одного ребенка. Там локоть, там колено. И потом дети в свое, ну, в свободное время, там, игры, да. Они из вот этих вот фотографий собирают пазл, собирают тело. То есть мне нравится, как они делают из ничего очень-очень-очень хорошо. В нашей следующей стране, в Нидерландах, вообще практически нет государственных детских садов. Все частные, стоят дорого. Но государство компенсирует семьям большую часть суммы. Правда, опять тем же, у кого работают оба родителя. Спрос на детские сады очень велик. И как бы регистрировать ребенка необходимо чуть ли не с рождения. Большинство детей в Нидерландах отправляются в садик в возрасте до одного года и посещают его до четырех лет, так как с четырех лет ребенок идет уже в базовую школу. При регистрации ребенка в частный сад семья имеет право получить компенсацию от государства. Но это лишь в том случае, если оба родителя работают или учатся. Тогда размер компенсации на голландском называется Kinderdark Фирбляйф рассчитывается индивидуально и напрямую зависит от общего дохода семьи. К примеру, если заявка на компенсацию одобрена, желательно подавать на нее в течение первых трех месяцев с момента регистрации контракта с садиком, то данную компенсацию получать автоматически на банковский счет ежемесячно от государства. Есть сады полного дня и есть сады, которые работают полдня, сад полноценного дня. Это самая распространенная система садиков, она называется Kinderdark Фирбляйф, и ребенок там находится с 7.30 утра до 6.30 вечера. То есть при этом родителю необходимо лишь предоставить запасной комплект одежды, так как еда, подгузники, детское питание, оно входит в стоимость услуг этого садика. Количество детей примерно 10-15 человек, то есть группа небольшая и на одну группу предусмотрено два воспитателя. После обеда скажем в 4-4.30 тоже перекус, может быть сухой перекус, опять же фрукты, овощи, молоко и все. То есть самого горячего питания в саду нет. В среднем сад обходится от 1300 1700 евро в месяц с учетом того, что ребенок ходит 4-5 дней в неделю. То есть тогда цена за час начинается от 7 евро. Но также есть и альтернативные варианты саду полного дня. В случае если например нет такой жесткой необходимости в полнодневном полноценном садике, но родители как правило хотят социализировать малыша, то они могут использовать такие опции как Петр Шпизалин это уже развивающие годовые группы. Они рассчитаны на детей от 2 до 4 лет и там ребенок находится 3-4 часа и как правило 2 дня в неделю. Если у ребенка есть определенные сложности с адаптацией к детскому саду и в нашем случае так как мы являемся не голландскоговорящей семьей, то мы получили еще 2 дополнительных дня, которые компенсируются государством. Они поддерживают родителей семью, где работают оба родители, то есть компенсацию получают только те, у которых работают оба или учатся. В нашем случае я не работала, поэтому мы отдали сына в сад Петр Шпизал, тот который на полдня. Там стоимость в разы дешевле, то есть он обходился нам в месяц скажем около 60 евро. Нет питания, то есть ребенка ты отправляешь с боксом, в котором есть фрукты, овощи и питье. Я скажу, что самое главное отличие от садов полного дня, в том, что в садах полного дня, кинозах в реблях, это место, где присматривают за ребенком. И как таковой обучающей программы у них нет. То есть их дело это присматривать за ребенком, кормить, усыпить, переодеть и так далее. А в случаях петрушки зал там уже занимаются и в основном там система называется пюк, это когда они организовывают игры вокруг определенных тем в течение одного года. Думаете 1700 евро в месяц за детский сад это дорого? Тогда я предлагаю вам заглянуть в Швейцарию, страну, где одни из самых дорогих детских садов в Европе и где за один день можно отдать 140 евро. Там родители в буквальном смысле решают, сколько дней в месяц в саду может позволить их семья, как, например, у нашей следующей героини Евгении. Очень рано начинается так называемая крипы, можно ребенка отдать, как ясли, можно уже с 14 недель отдать буквально от грудного малыша с верст на самом деле и до возраста, когда ребенок идет в детский сад. Это тоже удовольствие не из дешевых для детей от 18 месяцев это стоит примерно 125-135 франков в день. То есть ты там решаешь на сколько дней ты можешь себе позволить отдать ребенка в крипы и для детей поменьше, вот меньше 18 месяцев это еще больше стоит, это там 155 франков наверное стоит в день примерно. И соответственно если у тебя два ребенка, то это примерно двойная сумма, некоторые крипы делают скидку там допустим 15 франков за день. В зависимости от того на самом деле сколько ты можешь получать, сколько ты получаешь, для кого-то это естественно абсолютно не имеет никакого смысла отдавать ребенка в детский сад в крипы. кто побольше получается естественно там остается так сказать сдача действительно немного наверное остается и просто это решение тогда хочешь работать не хочешь работать насколько ты хочешь работать или сидеть с детьми. Все считают что это очень дорого естественно 135 франков это это немало есть у кого-то от работы работодатели которые субвенционируют то что дети ходят в крипы и таким образом мотивируют чтобы работники возвращались к ним но это далеко не в каждой фирме в принципе я бы сказала что Швейцария в целом не как финансово невыгодная страна для того чтобы иметь детей она не сильно поощряет вот то что льготы какие мы имеем это 200 франков на ребенка каждый месяц мы получаем от государства но это на самом деле очень маленькие деньги 200 франков это в Цюрихе в некоторых кантонах может быть немножко больше немножко меньше там 250 где-то даже 300 есть но вот допустим страховка медицинская на ребенка тоже уже больше 100 франков стоит то есть это не такая уж большая помощь ребенок ходит 5 раз в неделю в сад по 4 часа в первый год то есть с 8 до 12 в 12 ребенок уже возвращается домой и во второй год там еще два дня когда ребенок приходит в 12 домой пообедать и потом еще на несколько часов идет в детский сад то есть для того чтобы родители работали это в принципе не предусмотрено для этого есть конечно решение соответственно оно тоже стоит то есть это как продленка получается которая около 80 франков в день стоит у меня мальчик пойдет с мая ему 3 года он пойдет в крипы дочка с 9 месяцев с августа пойдет тоже в крипы и тогда я уже смогу работать 60 процентов вот с мая начинаю работать 40 процентов это не сильно выгодно естественно я остаюсь в плюсе иначе это был бы совсем моразм выходить на работу при таких условиях а сейчас мы с вами отправимся в солнечную Испанию наш следующий герой Андрей расскажет почему родители не пускают на территорию детских садов и как детям в возрасте полутора лет ставят оценки детки в детский сад ходят с нуля до трех в три года начинается скажем так полноценная школа она называется инфантиль вот в этом инфантиле они до шести лет учатся а потом начинается примария значит я так понимаю что государство находится полностью на обеспечении коммунидата местного вот у нас детский сад получастный поэтому мы оплачиваем питание оплачиваем обонплату вообще в детский сад и плюс еще дополнительные затраты идут на материалис в целом получается двести пятьдесят триста евро в месяц если более детально рассказывать значит на коммодор на питание у ребенка значит выставляют нам счет сто тридцать евро примерно получается шесть евро в день это причем мы с собой даем перекусы то есть полноценную еду давать нельзя с собой в детский сад нам докладывают каждый день после в пять часов вечера когда мы забираем ребенка что там сегодня было сколько времени он спал здесь вход родителям запрещен и это тоже определенные критерии безопасности что успокаивает потому что все детские сады все школы под высокими заборами там находятся и для того чтобы попасть к учителю поговорить должна назначаться встреча по испанскому значит нужно назначить ситу калиточка открывается а уже туда в помещение мы не заходим и никогда там не было вообще выходит значит нянечка и принимает ребенка вот прям со дверей вот и он всегда тянет руки не хочу лишнего сказать сильнее чем ко мне вечер кстати касательно отчетности тоже удивительно наверное будет для наших стран вот такой вот табель или скажем так с оценками выдали Антонио за второй триместр вот написано секундо триместре секундо триместре бюллетень информативу вот тут написано один-два годика то есть они уже оценены по всем параметрам по которым можно ребенка оценить малыш конечно соответственно пока в годы семь не разговаривает поэтому они оценивают разные разные вот например у него средний средний балл стоит за за то как он использует выражение пор фавор и грасиас да если он говорит например пор фавор и грасиас потому что он это чаще всего слышит да ола например приветствую да по-испански тут у него высший балл по поводу ола по поводу того как он коммуницирует с детьми как он относится к своей прикрепленной своей нянечке да как он спит как он ест то есть полностью расписано на три листа все его поведение вся его характеристика естественно все это фиксируется в базе и потом в школу все будет готово и понятно насколько к чему ближе там у него способности мы не сталкивались с таким ажиотажем что прям нужно за три года записывать ребенка в детский сад и они уже смотрят по твоему социальному статусу по твоему достатку да в какой тебя определить садик и в какую школу в Европе все организовано сделано то есть ты здесь живешь вот тут садики разного уровня выбираем детский сад детский сад у нас фактически начинается в 9 утра есть экстра орос экстра орос это это вне урочные скажем так часы когда родители например могут привезти ребенка на час раньше и забрать на час позже оно дополнительно оплачивается приблизительно 50 евро в месяц они включают ему русские мультики испанские мультики английские мультики а он в этом садике начал есть такие испанские блюда как паэлью и нам Джесси постоянно рассказывает сегодня он ел уже паэлью в Валенсии в валенсианском сообществе в округе в валенсианском существует местный язык валенсиана и школы и университеты в обязательном порядке заставляют как бы не заставляют а уроки проводятся на этих языках вступительные экзамены проводятся на валенсиан то есть ты должен еще дополнительно третий язык подтягивать он ближе к французскому он ближе к французскому поэтому получается мы были готовы на английский там на испанский а тут внезапно вот то что мы не предусмотрели на нас свалился на голову этот валенсиан очень сильно меня удивило вот это вот отношение к предназначению человека то есть в детский сад ты не возьмешь тут не найдешь такую воспитательницу которая бы вот например относилась к детям как-то прохладно то есть это просто вообще нереально найти здесь вот мы перед этим жили в небольшом городе у моря Кулера 20 тысяч жителей примерно и меня поразило что у Сонечки учительница усыновила вот с Африки по-моему с Анголой и с Руандой двух девочек вот настолько они привержены к своей профессии к своим детям что здесь люди это как бы даже им доказывать наверное этого не надо свою любовь к детям если ты воспитатель то ты на секунду не засомневаешься что например этот человек походу не нашел себя еще в жизни то есть такого быть не может вот что мне больше всего удивляет а какие они детские сады во Франции где по статистике в садик ходят 90% детей а в некоторых регионах и 98% процентов 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 процентки явно не сидят долго в декрете если можно дать уже с трех месяцев а вот что точно отличает немецкий сад от французского так это то что во Франции среда выходной день для садов и школ они не работают лишь немногие работают полдня по сокращенному графику о всех нюансах нам расскажет наша следующая героиня Антонина я например своих детей записывала в садик ясли только вот узнала что беременная первое что я сделала то есть наверное сказала мужу а потом пошла в Нарию прививки обязательно и наверное налоговая декларация во Франции тарифы на на обеды на продленку в школах и на ясли они идут из расчета семейных доходов чем больше зарабатываешь тем дороже ты оплачиваешь за услугу например один тот же обед может одной семье стоить 70 копеек другой семье стоит 3 евро 5 евро зависит от доходов таким образом они повышают социальную политику в городе чтобы все могли претендовать на ту или иную услугу например что есть много семей которые они считают что школьный обед это практически единственный полноценный комплексный обед для ребенка в день потому что семья может быть малоимущая они могут себе позволить нормальный качественный прием пищи ребенку поэтому таким образом они постарались делать эту систему и точно так же в стадии например одна семья будет платить 30 копеек в час за ясни вторая семья будет оплачивать 2 евро за ясни третья может 5, 7, 10 евро в час в зависимости от того какие доходы поэтому налоговая декларация практически на всех этапах школьной жизни достаточно важный элемент если мы говорим конечно же о государственной структуре потому что например в частной структуре этого уже не существует как правило то что я знаю то есть может есть какие-то исключения с которыми я не знакома но в частных школах и садиках с 3 лет обедаю у всех одинаково у меня младший сын ходит в ясни он ходит все одни в неделю по 10 часов в день получается он там один раз принимает один раз обедает один в пол то есть получается два приема пищи подгузники полностью обеспечивает ясли мы ничего не хотим в ясли и у нас заплата получает около 400 евро будет тип ясель которые они частные но только для тех кто работает и это не родители заказывают место в ясне это работодатель заказывает место в ясне то есть я работаю мой супруг работает то есть мы в городе не смогли получить место в ясне потому что у нас город маленький место мало а ясли нам необходимы и получается что работодатель моего мужа он сделал запрос в такие ясли чтобы получить место и какую-то часть ну часть которую обычно оплачивает государство мерия оплачивает для ясли есть тариф который оплачивает родители и какая-то часть тарифа оплачивает мерия то в данном случае эта часть которая должна была бы выплачивать мерия выплачивает работодатель моего супруга то есть получается что вот так с улицы вот я захотела пойти в эти ясли это невозможно процедура идет только через работодатель то есть если брать в пример ясли в основном глобально система с 7 утра до 7 вечера очень много у них креативной работы они клеят они режут они рисуют они там перебирают гороши кстати наш садик в общем много садиков очень много приняли отчасти на Монтесторий как бы развитие Монтесторий у них группы разделены на зоны свободных игр зона кухни зона там еще чего-то там дети могут свободно подходить играть тебя убирают и идут дальше играть что касается что касается садика с 3 лет до 6 лет который школа у нас называется там режим немного отличается учатся они понедельник вторник четверг пятница среда глобально среда глобально во Франции выходной день но есть некоторые города которые учатся 4 с половиной дня то есть в среду выходят на полдня идет очень интересная система оценивания развития ребенка то есть они оценивают по человечку рисуют человечек обычно в 3 года ребенок рисует человека голова туловище руки-ноги с головы или с туловища как получится уже ближе к концу цикла 6 годов их четко появляется человек уши волосы все части тела появляются там где нужно появляться я помню что когда старшие дети учились в школах каждый семестр носили тетрадку где они рисовали этих человечков и как идет развитие видно было что сначала глаза были на все лицо улыбка где-то была на животе потом эта улыбка поднималась выше-выше и в конце 6 месяцев улыбка была на лице тоже руки ноги а к концу периода так вообще появлялись признаки мужчины и женщины все в деталях как положено в конце 6 лет у них к концу периода перед тем как пройти в первый класс они дети знают алфавит они умеют считать до 30 если я не ошибаюсь в самом 30 то есть рамки это 30 они могут написать свое имя печатными буквами и есть такой урок как умение жить вместе они обучают детей как себя вести в обществе как реагировать на эмоции других детей как чтобы всем было комфортно находиться в обществе чтобы не было драк не было токсора и т.п. И под конец программы мы с вами отправимся в Восточную Европу в Чехию там устройство садов чем-то похоже на Германию а чем-то даже на Россию и Украину государственные естественно стоят меньше потому что там платится только какая-то одинаковая по-моему во всех садах часть сумма которая установлена государством и это совершенно маленькие деньги какие-то кажется это 700 крон не знаю в еврах это наверное 25 может 30 евро и плюс оплачивается питание питание тоже цена абсолютно одно два евро два два с половиной может быть три евро в день частные садики они тоже здесь есть разные есть частные сады по системе Монтессори они например довольно-таки дорогие может сумма доходить и до 1000 полторы тысячи евро в месяц есть сады по системе по вальдорфовской системе там цена конечно дешевле чем у Монтессори ориентировочно 500 700 евро еще очень популярное здесь такое понятие как лесной садик он насколько я понимаю они есть как прям нет они не полностью государственные но они какой-то части субсидированные государства эти лесные садики это садик в природе то есть по сути ребенок ходит в сад как обычно у них есть там либо вагончик либо какой-то маленький дачный домик но концепция этого садика в том что дети проводят почти целый день на улице то есть они все делают на улице в этот домик или в этот вагончик они заходят только чтобы это тоже в зависимости от садика либо покушать либо спать некоторые спят прям на улице некоторые спят в помещении некоторые едят внутри вот в этом вот их домике или в вагончике некоторые едят на улице тут уже в зависимости от лесного садика но такие лесные садики тоже есть я тоже мне было это мне было это очень близко я хотела отдать своего ребенка в такой лес лесной садик и цена была около 7 тысяч крон в месяц. К примеру, могу сказать, на своем опыте мой ребенок ходил как в частный сад, так и в государственный. Старшая дочь у меня ходила первый год в частный сад, потом мы ее перевели в государственный. Чаще всего чешки, они так и делают. Почему? Потому что они отдают первый год с двух лет или с полутора, они отдают в частный сад, потому что там и группы поменьше, потому что государственные сады чаще всего берут после трех. Очень мало государственных садов, которые берут раньше трех. Очень мало садов, которые берут в два, в два с половиной, потому что они как бы здесь называются тоже ясли. Есть государственные сады, при которых есть и ясли. То есть группы для самых маленьких. Их немного. На самом деле в большинстве Большинство государственных садов берут с трех. Вообще сады работают, что меня, кстати, очень удивило после переезда из Казахстана, сады работают до пяти, но чаще всего в полпятого там уже никого нет. И меня это очень удивило, как мамочки совмещают работу и детей. И большинство мам после декрета работают на полставки или на три четверти ставки, потому что реально как бы в четыре заканчиваются с работы и бегут за ребенком в сад, и ты придешь в полпятого, и ребенок еще там будет последний. Это меня прям очень удивило. Во сколько привезти? На самом деле прям в полседьмого даже или в семи. Ну, я никогда не приходила в полседьмого в сад или даже в семь, но привезти меня больше интересовало, до скольки нужно привезти, потому что в государственных садах есть требование, что нужно успеть привезти ребенка тут в зависимости от сада, либо до восьми, либо до полдевятого, либо до восьми-пятнадцати. Большинство садиков не укладывают детей предшкольного возраста насильно спать. То есть у них просто правило, что все ложатся, читается сказка, кто уснул, тот спит, кто не уснул, тот может тихонечко встать, играть дальше. Во всяком случае, так всегда было в наших садиках, куда ходили мои дети. В лесном садике это просто приводишь ребенка в лес, и если там есть какой-то вагончик или дачный домик, то хорошо. А то и просто в лесу оставишь. Чехи в детских садах государственных всегда кормят. Всегда. То есть ничего с собой приносить не надо, там еду приносят, и даже если у ребенка какая-то аллергия, например, он не ест безлактозная диета или безглютеновая, то это в садике прописывается в бланке при поступлении, и чаще всего ребенку как бы просто не дают молоко или такие прочие вещи, для него просто отдельная диета. И вот даже когда был коронавирус, и мы не ходили в садик, нам в садика приходили мейлы, что за обедом вы можете приходить, если хотите. На этом программа «Страна и люди» подошла к концу. Я, Мария Волкова, прощаюсь с вами. А в следующем специальном выпуске через месяц мы поговорим о школах в Европе и сравним немецкую систему образования с другими европейскими странами. Субтитры создавал DimaTorzok